В Киевском районном суде Одессы продолжается рассмотрение громкого дела о нападении и ограблении инкассаторов год назад. На очередном заседании рассматривался вопрос об изменении меры пресечения обвиняемым. Двое из них находятся в СИЗО, еще один под ночным домашним арестом. Именно ему прокурор настаивал изменить меру пресечения на содержание под стражей. По словам его отчима, обвиняемый неоднократно нарушал домашний арест. Адвокат фигуранта объяснил это тем, что обвиняемый сменил место жительства и своевременно предупредил об этом полицию и суд. В результате все осталось, как и было. Двое за решеткой, один под ночным домашним арестом. Сегодня они все задержаны, все не находились в зале. Два сидят за решеткой, вы видели. А один, Кравченко Александр, он сегодня сидел на скамье, рядышком с нами, сидел под домашним арестом. Полиция была установлена о том, что он с 20 числа нарушает режим, который ему дал суд. И были все факты зафиксированы о том, что после 22.00 он не находился дома. Все факты были наданы. Мы долго будем бороться за общество, которое нас оберегает. Мы хотим, чтобы у нас не грабили, не насиловали, но при этом мы делаем все, чтобы они вышли. То есть я считаю это неправильно. Я считаю, что совершил преступление, должен быть наказан. Напомним, что речь идет о событиях, которые произошли 29 января 2020 года на улице Героев Крут. Водитель инкассаторской машины ждал напарника, пока тот пошел к терминалу за деньгами. В это время из автомобиля, который остановился неподалеку, вышли двое неизвестных и выстрелили из ружья в машину инкассаторов. Напуганный водитель выскочил из салона, а нападавшие похитили инкассаторскую машину вместе с деньгами. В целом они украли около 700 тысяч гривен. На улице Терешковой, возле парка Горького, было совершено дерзкое направление с применением огнестрельного оружия. Слава Богу, что никто не пострадал из людей, но похитители завладели автомобилем. Благодаря оперативным действиям полиции, в течение двух часов вся группа была поймана, хотя там было перемещение разных автомобилей. Там с одного автомобиля в другой пересаживали, сделали всякие уловки. Но благодаря нашей доблестной полиции, сегодня они находятся за решеткой и все пойманы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!